Роспись по дереву, вышивание картин, создание развивающих игрушек и не только. Так проводят свой досуг некоторые десногорцы во время пандемии. Итоги таких увлечений представлены в Центральной библиотеке. Это очень щепетильная работа, это очень долго. Одна картина вышивается месяца три, на протяжении трёх месяцев. Они сами по себе очень дорогие, потому что очень много работы. Будь то вышивание крестиком или акварельная живопись, любое такое полотно требует внимания и терпения, что и отличает настоящего художника. Таких в Десногорске как минимум 22 человека. Столько набралось участников выставки под названием «Умелые руки не знают скуки». Каждый экспонат говорит не только о кропотливом труде художника, но и о настроении, которое присутствовало с ним во время творческой работы. «Она изображена яркими цветами, насыщенными. Здесь и чёрные, и красные, и оранжевые, жар птица. Именно такая, как она должна быть. Жар горит вся». Всего на выставке представлено более ста работ, выполненных вручную в разных техниках. Каждый экспонат – это не только дополнение домашнего интерьера. Цветовое исполнение предмета оказывает ещё и положительный терапевтический эффект. Ведь в условиях зимнего времени года яркие краски и тёплые материалы особенно влияют на настроение. При этом это касается как зрителя, так и самого художника. Во время пандемии рекомендуется просто заняться рукоделием, чтобы создать людям праздничное настроение, отвлечься от повседневной нашей жизни, чтобы было больше красок, больше настроения. Выставка «Умелые руки, не знаю скуки» – народные умельцы города Десногорска, открытая в Центральной библиотеке города до конца декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова